Спасибо большое! Так прекрасно быть настоящими верующими! Те, кто действительно верят в Бога, верят в Иисуса Христа, по-настоящему верят в Слово Божье, и мы верим, что Бог использует вас, чтобы изменить эту страну. И мы верим, что Бог не только будет использовать вас, чтобы изменить эту страну, но также, чтобы принести пробуждение в Европу. Еще сегодня я снова буду говорить о чем-то, о чем вы уже знаете. Вы слышали слово «помазание». Многие люди получили помазание. Но что же нам делать с этим помазанием? Поэтому я хочу говорить сегодня о том, как жить в помазании. В 1-й книге Царств, 15-я глава. Вот 13-я глава. История Давида. Давид был помазан Самуилом. И благодаря этому помазанию, он жил в этом помазании. И благодаря этому помазанию, он способен был делать все, что он осуществил в своей жизни, в своем служении. 1-я книга Царств, 16-я глава, 13-й стих. И взял Самуил в рог с елеем, и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господен на Давиде с того дня и после. Вот начало великой жизни, которую прожил Давид. Вот в чем вся суть, весь ключ в том, что в Дух Божий он пришел на Давида. Но физическое проявление, физическое олицетворение этого помазания Божьего, это было в елее, которым его помазали. И последние слова этого стиха говорят, то есть последние слова вот этого момента, который мы прочитали, говорят, с того дня и после. Это помазание, которое пришло к нему настоящим, но оно имело эффект, имело влияние на всю его последующую жизнь. То, что Бог дает нам, дает Тебе и мне, оно предназначено помазание, оно предназначено не только для сегодняшнего дня. И то служение, которое Бог доверил в наши руки, мы сможем осуществить его только по помазанию Божьему. С этой шестнадцатой главы мы видим, что помазание немедленно начало проявляться в жизни Дэвида. И сразу же начались давления со стороны царя Саула. И помазание, оно было там, чтобы разорвать это ярмо. Давид играл на этой арфе, но он играл не так, как обычно другие люди играют на музыкальных инструментах. Он играл на этой арфе в помазании. И знаете, помазание, оно производит разницу, в чем бы мы ни делали, что бы мы ни делали. И знаете, даже просто играя на этой арфе, но играя в помазании, Давид, он принес освобождение, такую легкость в духе царю Саулу. А знаете, когда ты влияешь на царя и приносишь ему такое освобождение, исцеление души, то ты влияешь не только на царя, но на все царство. И влияние, которое Бог дал нам, оно может, помазание, которое Бог дал нам, оно может влиять на президентов стран и на все страны. Саул, он был самым великим, самым великим царем. Но помазание, которое Бог дал Давиду, оно повлияло на царя Саула и на всю страну. И когда мы перейдем к 17 главе, помните, что мы с вами прочитали, что Дух Господен на Давиде с того дня и после. И это помазание мы уже видим в дальнейшем, в следующей главе. Голиаф, он был самым сильным и могущественным солдатом в армии филистинлян. И именно с помощью этого помазания Божьего, Давиду удалось победить самого сильного из армии врагов. И именно благодаря помазанию он смог сделать все, что он сделал. Он пел с помазанием. Он пел под помазанием. Он играл на музыкальных инструментах под помазанием. И он даже выступал против врага под помазанием. Он писал псалмы под помазанием. Он взращивал лидеров под помазанием. И в тот момент, как помазание пришло в его жизнь, его жизнь полностью изменилась к лучшему. Поэтому во всем, что мы делаем, в осуществлении нашего призвания, в достижении целей, которые Бог ставит перед нами, нам необходимо помазание. Во всех наших проектах нам необходимо помазание. И под помазанием мы сможем изменить эту страну. И не только эту страну, но под помазанием мы сможем распространить Царство Божье на другие страны, которые до этого противостояли Богу. Когда Иисус Христос пришел, опять же мы видим помазание. В 4 главе Луки мы читаем с 18 стиха. Луки 4, 18 Дух Господен на мне ибо Он помазал меня. Мы читали о Давиде и это сын Давида. Давид делал все под помазанием. Иисус, как сын Давида, Он также делал все под помазанием. И если последователи Христовы хотят делать то, что Иисус сделал, потому что Он сказал, что Вы свет миру. Он сказал, что Я свет миру и потом Он сказал, Вы свет миру. Он действовал под помазанием. Но Он двигался и действовал под помазанием. И поскольку Он был светом миру и Он действовал под помазанием и сказал, что мы свет миру, мы также должны двигаться под помазанием. И мы видели Давида. Он был под помазанием. Он был помазан. Мы видим Иисуса. Он также был помазан. А как же насчет Тебя и меня сегодня? 1 Иоанна 2, 27 стих. 1 Иоанна 2, 27 стих. Впрочем, помазание, которое Вы получили от Него, в Вас прибывает. Давид был помазан. Иисус Христос был помазан. И мы с Вами, сегодняшние верующие, мы также помазаны. Давид, он повлиял на царя, на царей влиял, на страны, на солдат, на армии под помазанием. И мы теперь смотрим на Иисуса, Он сказал, нашего Господа и Спасителя. Он повлиял на весь мир благодаря этому помазанию. И теперь мы с Вами, люди, которые представляют Иисуса, послы Бога в этом мире. И Библия говорит, что помазание мы получили от Него. Мы получили это помазание от Него. И это помазание все еще пребывает в нас. И поэтому у нас нет с Вами оправдания, если мы не делаем того, для чего Он создал нас. Потому что помазание Его пребывает в нас. Если мы посмотрим на этот 27 стих, здесь говорится, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. но как самое сие помазание учит вас всему. То же самое помазание, которое мы уже приняли. Дух Святой остается тот же. Дух Святой не меняется. Он сошел на пророков в Старом Завете. Он сошел на Иисуса Христа. Тот же самый Дух Святой сошел на апостола, ученикова Иисуса Христа в день Пятидесятник. И Святой Дух сошел на Тебя и меня. И Святой Дух, который сошел на Тебя и меня, Он не меньше и не слабее, чем Святой Дух, который сошел на Иисуса Христа и на Его последователей, на Его апостолов. И наше спасение ничем не отличается от их спасения. И Царство, в котором они действовали, это тоже самое Царство, которое мы несем. Сила, которая действовала в них, та же самая сила в нас с вами сегодня. И Библия говорит, что сие самое помазание, тоже самое помазание. Мы говорим с вами о том, как жить под помазанием. Мы служители Божьи. Что для нас с вами значит жить под помазанием? Номер один, это проповедовать под помазанием. Есть многие люди, которые проповедуют. Ну и можно проповедовать вот так, религиозно, традиционно, как все делают. Мы можем проповедовать в таком духе религии, но лучше всего проповедовать под помазанием. Очень важно быть осторожным и всегда осознавать, что помазание Божье на тебе. Знай, что ты не один. Иисус Выходить на сцену с осознанием, что на мне это помазание, на мне. Именно это осознание несобуждает это помазание, что я знаю, что я понял. Помазание оно на вас И это то же самое помазание Вы знаете, временами в нашей жизни Мы бывало, наверное, выходили проповедовать И мы чувствовали великий прорыв Прорыв в духе И знамение Божьей силы Жизни людей изменялись Больные люди исцелялись И вы чувствовали, вы видели это в вашей жизни И вы точно знали в тот день, что вот это помазание И может быть вы потом поехали проповедовать в другое место И может быть перед выходом на сцену Вы не чувствуете такого же приподнятого состояния эмоционального Как вы чувствовали накануне Вы может быть не чувствуете такого же вдохновения Как вы чувствовали проповедуя в том другом месте И кажется, что прославление вот в этой церкви, куда вы пришли проповедовать Оно не настолько воодушевляющее Как прославление в той предыдущей церкви И даже организация и все выглядит так, что здесь не будет так классно, как в том предыдущем месте Но знаете, единственное, что нужно всегда держать в уме Это то же самое помазание пребывает в вас И не нужно быть вводимыми чувствами Как я сегодня себя чувствую Нельзя позволять негативным мыслям, негативным эмоциям подниматься в душе Не нужно стоять перед сценой и критиковать, как они поют некрасиво и как организованно Или из-за организации Не нужно фокусироваться на том, что происходит вокруг Вне Нужно фокусироваться на том, что то же самое помазание Божье Оно на мне всегда Иногда, возможно, вы едете в другую посольскую церковь И вы, как апостолы и региональные пасторы, вы хорошо знаете, какой должен быть порядок, как, что нужно делать там И вы приехали туда, может быть, даже не служить И вы приехали туда служить, я прошу прощения Но почему-то те же самые чудеса и знамения не следуют за вами Там порядок не такой, как был в привычном для вас месте, в центральной церкви, например И вы думаете, ну, поскольку здесь все не так, как дома, наверное, Бог много чудес не сделает Потому что тут не очень все хорошо организовано, из-за этого, наверное, помазания будет меньше И прославление не такое помазание, как у меня дома И этот ведущий, который делает объявление, вообще засыпает буквально на сцене Но если ты будешь увлекаться вот этими внешними вещами и критиковать у себя мыслях Вместо того, чтобы сфокусироваться на помазании, которое в тебе То это помазание не сможет в полную силу двигаться через тебя Ты должен просто очистить свой разум от всей этой критики, от всех этих внешних вещей И помнить главное, помазание пребывает на мне У Давида было это помазание с того дня и до конца Иисус Христос сказал, я пошли вам Святого Духа, и Он будет пребывать с вами всегда И Бог, Он всегда будет действовать через вас Вы всегда будете успешны, если вы будете проповедовать под помазанием Давайте посмотрим на 18-й стих Дух Господень на мне Потому что Он помазал меня проповедовать Единственная проповедь, которая дает результат, это проповедь под помазанием Он помазал меня проповедовать Просто отвернись, очисти свой разум от всяких отвлекающих моментов И проповедуй под помазанием Он помазал меня исцелять сокрушенных сердцем Когда мы приходим в какую-то церковь Там есть люди, у которых сокрушенные сердца Возможно, у них семьи распадаются Возможно, дети, они против родителей Возможно, нищета в семье Возможно, мужья пьют И люди, они не спят ночами, потому что они переживают эти проблемы Эти проблемы, они доставляют им, сколько болезней, у них давление повышается Эти люди, они просто сокрушенные Но когда вы проповедуете под помазанием Вы говорите слова любви, слова сострадания, слова, которые несут надежду Когда в жизни людей есть вот такие проблемы Дома, в семье, у них боли и разочарования И когда они приходят в церковь, они не ждут, что и там на них будут давить Но слова любви, которые дадут успокоение их сердцу Которые мы произнесем под помазанием Именно эти слова, которые мы скажем под помазанием Святого Духа Они смогут поднять этих людей, поднять их дух Вот это служение Иногда в церкви Мы видим людей, которые ведут себя не так, как мы ожидаем Мы думаем, ну почему он так себя ведет? Но они, наверное, так себя ведут из-за проблем, которые у них дома Когда мы смотрим только на внешние действия людей И мы будем осуждать только их внешние проявления Таким образом мы просто откладываем помазание Мы отталкиваем помазание и говорим только о том, на что мы смотрим То таким образом мы не сможем исцелить сокрушенных сердцем Но когда мы позволим состраданию, милости Божьей, любви преобладать в нашем сердце И мы будем говорить такие слова им То тогда наша проповедь исцелит сокрушенных сердцем Говорит, что проповедовать освобождение тем, кто в рабстве Помните, что эта проповедь только под помазанием сможет освободить людей И исцелять слепых И давать свободу тем, кто были в оковах рабства И проповедовать лето Господне благоприятное Номер один Мы проповедуем под помазанием Номер два Номер два Мы молимся под помазанием Есть разные виды молитвы И люди довольно много молятся Иногда люди берут книгу И они читают по книге молитву И они вот такую же самую молитву читали по этой же книге на прошлой неделе Ту же самую молитву по этой книге читали по прошлой неделе И они читают и читают и читают эту же самую молитву Они даже сами не ожидают результата своей молитвы Они просто делают этот ежедневный ритуал И такая молитва, это не молитва под помазанием Другие люди, может быть, они не молятся по молитвеннику Они приходят на молитву Но все равно, даже если они не молятся по молитвеннику Все, что они говорят в молитве, они говорят только одно и то же Например, когда кого-то просили хлеба Он сказал Он сказал что-то одно И он просили воду, он сказал то же самое Просит денег и говорит что-то так же Человек, который просит хлеба, воды, денег, но говорит одно и то же И человек просит купить ему машину, например И он все, о чем бы он ни просил, говорит одни и те же заученные слова Такой человек, он молится просто по памяти или по привычке Но он из головы, но он не молится под помазанием Но Святой Дух, он такой разнообразный Он очень гибкий И Святого Духа словарь намного более богат, чем у нас Мы не должны ограничивать так же И когда мы молимся Мы должны молиться под помазанием И тогда, если мы молимся под помазанием То Дух Святой, он двигается И Бог всегда отвечает на такую молитву Дух Святой ведет молитву под помазанием Как Илья мог молиться и иметь результат на всю страну? Ихаб был царем И Изавель была царицей А Илья был пророком Но контроль в этой стране, он был не в руках царя и не в руках царицы Но в руках пророка, который молился под помазанием Может быть у этого пророка не было офиса в царском дворце Но окончательное решение, судьба этой страны Она определялась молитвой Ильи Возможно царь Ахаб, он не признавал и не почитал пророка Илью Но тем не менее, все ключевые решения, они исходили именно от пророка Ильи Для всей страны И как же это произошло? Иоанна 5 глава 17 стиха Илья был человек подобный нам и молитвою помолился Чтобы не было дождя И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев Знаете, молитва не каждого человека влияет на всю страну Но в чем была разница у него? Потому что он молился под помазанием Если мы всегда будем помнить, что помазание, которое мы приняли от Бога Прибывает в нас постоянно И мы будем всегда двигаться в этом помазании Всегда мести это помазание, куда бы мы ни пошли Тогда мы будем смотреть на состояние страны И у нас будет страсть для того, чтобы изменить к лучшему ситуацию страны И наши молитвы, они не будут такими детскими, детскосадовскими молитвами Но молитвы наши будут высокого уровня Знаете, если посмотреть на молитвы многих людей в церкви Я не имею ввиду вашу церковь, я имею ввиду вообще церковь Знаете, многие молитвы напоминают просто детский сад Но Илья, человек, который ходил под помазанием Он знал, что и помазание Божье пребывает на нем И люди подобные ему, которые ходят под помазанием Они молятся и просят у Бога того, чтобы изменить к лучшему ситуацию во всей стране И он сказал, по слову моему Не будет дождя во всей стране на протяжении всех этих лет Он не говорил от себя Он говорил от Духа Святого Отца, Сына и Святого Духа И когда Дух Святой говорит через человека То тогда сам Бог, Он проявляет это Подтверждает это Когда мы молимся под помазанием То наша молитва может принести изменения не только в нашу собственную жизнь Или в жизнь каких-то отдельных людей, за которых мы молимся Но когда мы молимся под помазанием То наша молитва может принести изменения во всю страну Пункт номер 3 Мы славим Бога также под помазанием Мы поклоняемся Богу под помазанием Мы превозносим имя Господа под помазанием В Деяниях 16 глава Павла и Силу бросили в тюрьму К сожалению, часто мы позволяем ситуациям и обстоятельствам вокруг нас Повлиять на то, как мы мыслим Как мы думаем и о чем мы думаем Если с нами поступили несправедливо То мы начинаем думать о том Как же несправедливо все в этом мире Если со мной поступили несправедливо Обидели меня И начинают думать Боже, как же люди могут быть такими противными Как вообще верующие могут так поступать И мы перестаем совершенно думать о помазании, которое мы несем Мы начинаем думать о коррупции в этом мире Мы начинаем думать обо всем зле, которое в этом мире И у нас праведный гнев такой начинается против этой системы мира И конечно же мы начинаем жалеть себя Боже, ну как они могут со мной вообще так поступать Но знаете, когда мы вот таким образом реагируем То мы забываем о том, что мы несем помазание И тем, что мы не думаем о помазании Мы блокируем это помазание Оно не может двигаться через нас Если только мы сможем забыть обстоятельства вокруг нас Да, есть несправедливость в этом мире Да, мы знаем, что люди многие, они злые, они коварные Но мы не должны думать о несправедливости этого мира Мы всегда должны фокусироваться на помазании, которое мы несем Если мы будем позволять Святому Духу напоминать нам всегда Что Его помазание с нами То мы всегда будем двигаться в этом помазании Именно поэтому в таких несправедливых обстоятельствах Павел и Сила начали славить Бога Сеяние 16.25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога Узники же слушали их Вдруг сделалось великое землетрясение А представьте, если бы вместо того, чтобы славить Бога Они сели и начали жалеть себя И начали думать, Боже, что с тобой произошло, такой кошмар Они начали бы жалеть друг друга Знакомиться с остальными И начали говорить, Боже, мы с тобой такую цену платим А вот такие вещи происходят Ты видишь, что делаешь? Боже, почему я, Господь? Почему это все со мной происходит? Ты знаешь, Павел, наверное, потому что мы с тобой не так мудро проповедовали Даже Петру не так плохо, как нам с тобой Наверное, мы что-то делали слишком радикально То таким бы образом они просто заблокировали помазание Но вместо этого они начали под помазанием поклоняться и славить Бога И великое землетрясение произошло немедленно И поколебалось основание темницы Мы можем поколебать основание коррупции и несправедливости в этой стране и в любой стране Когда мы молимся и славим Бога под помазанием Фокусируемся на помазании И таким образом мы высвобождаем это помазание каждый раз Но некоторые люди, знаете, они так красиво заливаются, поют в церкви Но в тюрьме они уже не так заливаются В горе они так красиво поют, а в тюрьме совершенно другая песня По воскресеньям они так красиво поют в церкви Но в среду на работе они совершенно по-другому говорят Когда солнце светит, все хорошо, обстоятельства благоприятные, они поют Но когда стесненные обстоятельства, уже нет песни Но когда мы славим Бога под помазанием в любых обстоятельствах Всегда что-то произойдет И мы видим, что произошло, что цепи ослабели и упали с их рук И они были освобождены Знаете, нам нужно развить в себе очень важную привычку Чтобы мы забывали о том, что происходит с нами Какие обстоятельства и ситуации Но в любых обстоятельствах мы славили Бога под помазанием Фокусировались на помазании, которое в нас Номер четыре Мы должны учиться также под помазанием Не удивляет ли вас иногда, что некоторые люди слушают ту же самую проповедь? В зале сидят люди, слушают одну и ту же проповедь Часть из них, они получают откровения Они идут, начинают осуществлять это, воплощать жизнь А другая часть зала, она вообще ничего не понимает, не слушает и не делает Как Иуда Искариот мог слушать самого помазанного проповедника за всю историю мира И так ничего и не понять Мы также читали о человеке, который был парализован И апостол Павел проповедовал И когда апостол Павел посмотрел на этого человека Он сказал, у него есть вера для исцеления Он даже не остановил проповедь, чтобы начинать молиться за него Он просто указал на него и сказал, стань на ноги И этот человек, он встал и начал ходить Потому что этот человек, он слушал проповедь и он учился под помазанием И если люди, они учатся под помазанием Они слушают проповедь под помазанием Если проповедник проповедует под помазанием То у слушателей, они тоже должны слушать под помазанием Потому что не все зависит от проповедника Есть твоя часть, когда ты слушаешь проповедь Ты должен сделать свою часть И учиться тоже под помазанием И когда помазание проповедника соединяется с помазанием слушающего То тогда что-то обязательно произойдет 1 Иоанна 2, 21 Прошу прощения, 1 Иоанна 2, 27 Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас И знаете, когда вы пребываете и ходите под помазанием То вам уже не нужно следовать каким-то традициям религиозным Каким-то обрядам Потому что помазание пребывает на вас Есть люди, которые говорят, что они рождены свыше И знаете, некоторые люди Они получили в наследство от своих там дедушек, отцов Какие-то религиозные книги, старые молитвенники И вот они их изучали И потом они пришли ко Христу Они покаялись, они получили помазание Но они возвращаются домой И молятся по тем же самым молитве И может быть кто-то был свидетелем Иеговы раньше А сейчас он пришел в посольство Божье И он услышал Слово Божье Мне так это нравится, он думает Вау, это здорово, это то, чего я искал Представьте, а возвращается домой Берет все вот эти пробуждения Да, пробудитесь эти книжки Иеговистов И начинает учиться по ним И что произойдет тогда Каждый раз, когда он будет приходить в церковь И слушать проповедь Он будет сопоставлять с тем, что написано В этих старых религиозных книжках И это значит, что он не слушает под помазанием Но он позволяет другому влиянию Религиозному влиянию Контролировать себя, пока он слушает Если мы хотим получить самое лучшее из проповедей Если мы хотим 100% научиться То нам нужно слушать под помазанием Учиться под помазанием Номер пять Там нужно двигаться Действовать под помазанием Первая царство, 19-ая глава Ой, я прошу прощения Третья царство, 19-ая глава, 16-ый стих Третья царство, 19-ая глава, 16-ый стих А Иеуя, сына Немиссиина, помаж царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Абел-Михолы, помаж пророка вместо себя. Здесь Бог соединил Елисея с Ильей. И Он сказал Елисею, что Елисей займет его место. И как же Елисею можно было двигаться в такой же силе, как и Илья двигался? Только одним путем. Получить помазание, которое было на Илье. И Елисей начал ходить с Ильей. На протяжении лет Он просто служил Илье, Он просто омывал его ноги. Он вообще-то был успешным фермером, профессионалом, у него все было хорошо. Он оставил все в своем хозяйстве. И Он начал просто следовать за Ильей. И некоторые люди назовут подобных людей просто дураками. Вообще, за чем ты думаешь? Ты оставил все свое хозяйство, свою жизнь оставил, семью оставил. И ты следуешь просто за пророком. Знаете, потом, когда Бог уже забирал Илью, И Илья сказал Елисею, проси, чего хочешь. И Он сказал, хочу двойное помазание, как было у тебя. И это помазание пришло на жизнь Елисея. И первое место, куда Он пошел, это Ерихон. И люди говорили, что Ерихон это проклятый город. Там даже вода отравленная. А Он сказал, принесите Мне соль. Он действовал под помазанием. За всю историю никто никогда не использовал соль для того, чтобы исцелить, очистить воду или землю. Но с того дня, когда помазание пришло на Елисея. Сразу же начались чудеса. Чудеса происходить начались постоянно. Мы читаем, в каждой главе мы можем читать о других чудесах. И в другой стране, Он приехал, в другой главе, Нейман приехал из другой страны, и было другое чудо. В 4, 5, 6, 7 главе, в каждой главе мы читаем о чудесах. Каждая глава, которая описывает жизнь Елисея, она описывает чудеса, которые Бог творил через него. И когда Он умер, и был похоронен. Он был похоронен в открытом могиле. И тогда другой человек... Они хотели похоронить другого человека, который умер. И когда те люди, которые несли этого другого мертвеца, они увидели другую толпу людей, они испугались и убежали. И они случайно уронили этого мертвеца на мертвое тело Елисея. И как только мертвое тело вот этого другого человека случайно упало на мертвое тело Елисея, то этот человек, он сразу же воскрес. И знаете, это значит, что когда мы действуем под помазанием, когда мы всегда фокусируемся на помазании, ходим в помазание, то тогда нет ничего невозможного для нас, нет ничего, что Бог не смог бы сделать через нас. Номер шесть. Мы должны молиться об исцелении под помазанием. У нас есть служение исцеления. И мы можем исцелять больных через молитву, потому что Дух Божий, который в нас, это тот же самый Дух Божий, который воскресил Иисуса из мертвых. Тот же самый Дух, Он сможет исцелить болящее тело. Он будет исцелять людей через контакт с нами, таким же образом, как мы читаем об этом в Библии. И мы должны молиться об исцелении под помазанием. Деяние, 10 глава, 38 стих. Деяние, 10 глава, 38 стих. Как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Потому что Бог был с ним. Мы должны всегда фокусироваться, всегда помнить, что помазание Божие на мне. Бог призвал меня, Бог всегда со мной. Иногда, как служители, мы молимся за больных. Иногда кто-то может прийти к тебе и сказать, знаешь, у меня мама заболела. Или у меня дочь в больнице. Ну, потому что его дочь не здесь. И мама, она не здесь с тобой. И вы можете вообще разговаривать об этой ситуации. И, ну что, тебе пожаловался твой друг, что у него родственник заболел. Но ты должен сказать, ну, и вы помолились с верой. И потому что вот этот больной родственник, он не там с вами. Вы уверяете, что все будет хорошо с твоей мамой, все будет хорошо с твоей дочерью. Но потом приходит другая ситуация. Ну, легче молиться, когда больного человека нет рядом. Тогда ты говоришь, что все будет хорошо. Верьте, все будет классно, всего доброго. Но когда прибудет к тебе больного, приносят к тебе парализованного или слепого, то из-за того, что ты видишь, и сейчас тебя просят, помолитесь, пожалуйста. Но то, что ты видишь, оно может моментально ветром твою веру сдуть. И ты видишь этого больного, парализованного или слепого человека, и всякая уверенность уходит. Но всегда важно помнить, что не твоими эмоциями ты исцеляешь. Не своей уверенностью ты исцеляешь. Но только помазание, которое всегда на тебе, оно исцеляет по тебе. И это помазание, оно пребывает в тебе. Неважно, ты молишься за головную боль, насморк, или за парализованного, или слепого. Неважно, за какую болезнь ты молишься, помазание Божье, оно на тебе. Или это туберкулез, или рак. Это не ты и твои эмоции, но это помазание, которое пребывает в тебе. Именно это помазание исцеляет болящего. И независимо от того, от твоего пола, ты женщина или мужчина. Знаете, помазание Божье, оно действует с одинаковой силой, через мужчин и через женщин. Исцеление под помазанием. И следующий пункт. Мы должны превозмогать врага под помазанием. Исайя 10, 27. Исайя 10, 27. Помазание, которое разрушает время. Исцеление 10, 27. И будет тот день, снимется с рамен твоих время его. И ярмо его с шеи твоей. И распадется ярмо от тука. В английской Библии написано от помазания. Это ярмо депрессии, ярмо давления, оно будет разрушено через помазание. И ярмо оккультизма, проклятий, будет разрушено под помазание. И ярмо сглаза будет разрушено под помазание. И ярмо несправедливых преследований будет разрушено под помазание. И все дела и планы врага против вас и вашей церкви, они будут разрушены под помазание. Поэтому давайте примем решение. Всегда жить и ходить под помазание. Всегда осознавать помазание Божье на мне. Конечно же, для этого нужно будет дисциплина, чтобы выработать эту привычку. Когда ты хочешь сделать что-то, чего ты раньше никогда не делал. Возможно, ты начнешь вспоминать свои прошлые неудачи в этой ситуации. Но ты должен отложить все эти неприятные воспоминания. Но всегда фокусируйся. Напоминай себе, что помазание, которое Бог дал мне, оно прибывает на мне. Всегда и сейчас. Мы должны проповедовать под этим помазанием. Мы должны стоять и молиться под этим помазанием. Мы должны славить и поклоняться Богу под этим помазанием. Учиться и слушать проповеди под этим помазанием. Действовать и выступать под этим помазанием. Исцелять больных и освобождать тех, кто в рабстве, в зависимости под этим помазанием. И разрушать всякое ерьмо, всякое бремя под этим помазанием. Как только мы принимаем решение жить под помазанием. Всегда осознавать это помазание на себе. Мы сразу же увидим совершенно новый уровень в нашем служении, в нашей жизни. Спасибо и пусть Господь вас наслаждает.